Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Парень, 26 лет. Последнее время начал испытывать чувство ревности по отношению к своей девушке. Отношения на расстоянии переписываемся несколько месяцев. Виделись лишь раз. Недавно она устроилась на работу, и там к девушке и её коллеге, тоже девушке, начал наведываться парень. При ещедневных разговорах стал часто слышать, какой тут парень молодец и помогает, и интересовался в продаже. От таких слов вскипаю. Иногда получается контролировать это чувство, но заметил, что уже не могу сосредоточиться на своих делах. Так или иначе, накручиваю себя последней каплей, сказал тот факт, что девочка должна была приехать в мой город, но заболела, как она сказала. Хочу верить, но в голову лезет мысль о том, что это просто отмазка. Как отвлечься от этих мыслей, если они даже на работу не дают покой? Уже общался с психологами, успокаивали на какое-то время, но по итогу возвращался в том же состоянии. Знаю, что проблема стара, как мерь, но прошу дать совет. Алексей, если вы общались с психологами, то вы, наверное, понимаете, что советов психологи не дают. Мы помогаем Чикаку разобраться в его проблеме, но мы не даем совет. Это было бы неправильно. Говоря о вашей ситуации в целом, я бы, наверное, сказал, что проблема заключается в том, что вы видели девушку один раз. Если я правильно понял, вы видели девушку один раз, а в основном общаетесь с ней по переписке. При таком общении не получается воспринимать человека целостно, как личность. Получается воспринимать человека урывочно и в тех контекстах, которые актуальны для нас. То есть я бы, наверное, все-таки бы посмотрел здесь в сторону того, чтобы находить больше точек соприкосновения с девочкой, вот, и расширять ее восприятие. Потому что сейчас ваше восприятие очень узкое и касается исключительно гендера. Что вот, это моя девушка, как какой-то парень может там к ней подкатывать и так далее. Вот. То есть сейчас, по сути, вы рассуждаете как, ну, собственный собственник. Девушка не является вашей собственностью, она является свободным человеком. И, в общем-то, вольно делать все, что угодно. Вот. Все, что хочет. Потому что она не является вашей женой. Вот. Так же, как и вы. Вольно делать все, что хотите. Потому что вы не являетесь ее мужем. Вот. Это такой аспект. Следующий аспект. А что будет? Что будет страшного? Да. Вот. Ну. Что такого страшного произойдет, если на самом деле девушка, ну, допустим, он симпатию испытывает к другому парню, если девушка действительно отмазывается. Вот. Что такого страшного случится? Да. А, ну, ну, в этом случае, при, ну, при таком разкладе, что такого вот, страшного. может произойти. Вот попробуйте для себя увидеть этот момент. Попробуйте для себя увидеть этот разклад. Как вы на это, ну, реагируете по сути? Как или чем вы на это реагируете? Попробуйте увидеть. Вы говорите, что вас это злит. Это нормально. То, что вас это злит. Но я бы хотел, я бы хотел, чтобы вы именно постарались увидеть, что произойдет с вами, например, если это случится, я бы хотел, чтобы вы увидели, что дело здесь не в девушке, понимаете? То есть, ну, не про нее вы думаете, а больше про себя. И не то, чтобы это что-то плохое. То есть, нет такого, что это плохо, что вы думаете про себя. Про себя. Это неплохо. Но вашей задачей является признание этого. То есть, вам нужно признать, что вы думаете о себе. Вам нужно признать, что вы, ну, какую-то свою проблему пытаетесь решить здесь. Например, проблему самооценки. Проблема уверенности в себе. Страх одиночества. Вот это вам нужно, вам нужно признать. Ну, постараться признать это, конечно. Я верю в то, что вполне возможно, что вам это будет нелегко сделать. Я в это верю. Но, тем не менее, именно в этом заключается ваша задача. Я хочу переключить внимание с девушкой и, собственно, этого парня на себя. Вот. Дальше. С психологами нужно работать. То есть, это именно процесс, а не разовая история. Ревность так просто не уходит. Потому что у этого, ну, в смысле, у ревности, есть, что называется, вторичный выигр. Это очень важно понимать. Очень важно понимать, что вторичная выгода так просто, ну, не убирается. Вы привыкли к ней. Ну, к вторичной выгоде. И, скорее всего, вы будете к ней стремиться. Кстати говоря, это тоже вполне нормальная история. То есть, в этом нет ничего плохого. Вам просто нужно это увидеть и, во-первых, прожить чувства определенные. Потому что, ну, по-видимому, по-видимому, у вас присутствует, ну, травма психологическая, связанная вот с отношениями, значит, с изменами и так далее. Вот. И, собственно, увидите какую свою, какую свою собственную потребность вы пытаетесь решить. Вот. Через, ну, через эту ситуацию. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Это работа, потому что, ну, само собой. Что вы будете скатываться в привычные мысли, что естественно. Вот. Поэтому это именно что регулярная работа. Вот. Параллельно с этим идет переориентация вас на что-то другое. Это отказ от восприятия себя как своего, ну, как своего рода материальной такой ценности. Вот. Как сейчас вы к себе относитесь. Ну, девушку тоже воспринимать как материальную ценность не лучшая идея. Вот. То есть, ну вот, по сути, получается так, что вы себя тотально обесцениваете. По сути. По сути получается вот так. И это очень грустно. Вот. И не доверяя девушке своей, вы не доверяете себе. Вот. Ну, то есть, по сути, по сути, по сути. По сути вы демонстрируете то, что не доверяете себе, не доверяете именно вот, ну, самому себе, своим чувствам и так далее. Еще, еще очень важный момент заключается в том, какое значение для вас имеет девушка. То есть, что за чувства к ней вы испытываете. Тут нужно быть очень честным к себе, самим собой, потому что обманывать себя очень легко в этом. Вот. И признаться себе, ну, признаться. Признаться, ну, как есть. По сути. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Не plead. Что бы. Что бы. Как-то. В crawленную среду. Не забрывает. Потому что Dat кожу useless и не чтобы사를 случиться своей подав Oper 갖… Продолжение следует...